МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 18 миллионов за трех погибших. Родственники жертв жуткой аварии подали иск на водителя автобуса, уснувшего за рулем. Нестандартный отопительный сезон, когда придется расплачиваться за тепло, которое дали в середине мая. Смерть под колесами авто на глазах у прохожих. На улице Циолковского большегруз раздавил женщину-пешехода. Долой карточное рабство. Теперь менять платежные карты Сбербанка можно там, где удобно вам, а не банку. Кастинг для актеров, режиссеров и продюсеров. Академия Михалкова ищет таланты в российских регионах. О главных событиях дня расскажем в ближайшие минуты. Вы смотрите службу новостей город. Меня зовут Анастасия Шибашова. Здравствуйте. Громкое уголовное дело рассматривается в Кстовском городском суде. На скамье подсудимых – водитель автобуса, по вине которого, как предполагает следствие, погибли три человека, в том числе один ребенок. Страшная авария произошла в мае 2015 года в районе деревни Новая Ликеева Кстовского района. Микроавтобус, перевозивший детей из Санкт-Петербурга в Казань, как видно по съемке с регистратора, неожиданно без каких-либо причин выехал на встречную полосу. Водитель огромного грузовика не успел затормозить. В этом микроавтобусе ехали ребята из детской команды сборной по карате Татарстана. Двое взрослых и еще одна девочка погибли мгновенно. Всего же в машине находилось 20 человек. Большинство из них были доставлены в больницы Нижнего Новгорода. Знаете, я узнал без трех минут пять утра. Кто вам позвонил? Ну, администратор наш по карате которого. У моего сына перелом голени, но ушибы. Вам удалось пообщаться? Нет еще пока, к сожалению, он пока под наркозом, а лежит в палате. Что врачи говорят? Каково его состояние? Знаете, говорят, что ему повезло. Практически сразу же водитель микроавтобуса Эдуард Гатиятов был задержан. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Водитель говорит, что он уснул за рулем. То есть причины выезда на полустречное движение явились его действия. То есть он сам этого не отрицает, вином признает полностью, раскаивается и хочет возмещать максимальный ущерб потерпевшим родственникам. И вот сейчас уголовное дело близится к завершению. Сегодня в суде проводились премии, в ходе которых стороны высказывались относительно того, какое наказание они считают адекватным для виновника. Сторона обвинений потребовала для Гатиятова 4 года и 7 месяцев лишения свободы. Кроме того, родственники погибших и пострадавших подали 9 исков на сумму 18 миллионов рублей. Не прошло и двух недель с момента завершения отопительного сезона, как в Нижнем Новгороде он стартовал заново. Из-за аномально холодной для мая погоды. Тепло вернулось во многие жилые дома, а также в детские сады, больницы и школы. Напомним, официально отопительный сезон в Нижнем Новгороде был завершен по нормативам 2 мая. После того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней находилась на отметке выше 8 градусов по Цельсию. Однако через неделю похолодало. И по многочисленным просьбам мерзнувших нижегородцев было принято решение возобновить подачу тепла в учреждения социальной сферы, а также в жилые дома по решению собственников жилья. Заявок поступило много. Сейчас отапливается не менее трети жилых домов и 80% учреждений социальной сферы. Предполагается, что второй отопительный сезон этого года продлится недолго, примерно до конца недели. Но тут многое зависит от погоды, которая ведет себя совершенно непредсказуемо. До конца недели температурный режим будет уже нормативный, который позволит нам входить в отключение отопления. Но учитывая события 2 мая, когда мы приняли решение об отмене отопительного периода, и в дальнейшем 10 мая это долгие сроки низких температур, мы поэтому для дальнейших решений будем уже более осторожно и внимательно смотреть на прогноз погоды. На майских квитанциях дополнительный отопительный сезон никак не скажется. Напомнит о себе он в начале следующего года. Все потребители сейчас в Нижнем Новгороде оплачивают по 1,12 величины потребленной тепловой энергии в прошлом году, в 2016 году. Соответственно, квитанция за апрель, квитанция за май, квитанция за июнь у всех одинаковые. И они не будут меняться от того, подключался ли дом к теплу в середине мая или не подключался. То есть в этом году в квитанциях ничего не изменится. Вот эти дополнительные 5 дней отопления лягут на увеличение просто объемов года. Между тем, ситуация, когда после завершения отопительного сезона тепло включают снова, причем в жилых домах, уникальная. По словам специалистов, такого не было еще никогда. Только в 1999 году из-за холода поздней весной дополнительно обогревались учреждения социальной сферы. И снова ограничение движения. В Нижнем Новгороде начался ремонт одной из центральных магистралей в Нагорной части города. О том, что водителям стоит учесть при планировании маршрутов поездок, расскажем далее в рубрике «Короткой строкой». Спонсор рубрики «Короткой строкой». Санаторий в центре города. Дом здоровья. С 15 мая до 15 августа движение будет ограничено на пересечении проспекта Гагарина и улицы Студенческой. Такие изменения связаны с проведением дорожных работ. Проезжую часть временно сузили в районе дома номер 13 по проспекту Гагарина. И дома номер 8 по улице Студенческой. Скоростной режим на этом участке ограничен до 40 км в час. Диплом электронного гражданина. Нижегородские пенсионеры стали выпускниками курсов компьютерной грамотности. Теперь оформить пенсию, записаться на прием в поликлинику, пообщаться с родными по скайпу и даже найти в социальных сетях бывших одноклассников пожилые люди могут без посторонней помощи. Глава региона Валерий Шанцев потребовал от профильных министерств более активной работы по увеличению количества курсов обучения пожилых людей. А также отметил, что в процесс необходимо вовлекать общественные организации. Мы когда обсуждали результаты реализации программы функционального общества на правительстве, Валерий Павлович отдельно обратил внимание, что это очень важное направление, что его надо реализовывать и не в рамках только одной программы, что его можно интегрировать в другие, в социальные, в образовательные проекты. Чтобы освоить азы компьютерной грамотности, нужно оставить заявку в управлениях соцзащиты, в региональном Мининформе или в общественных организациях, забота и социальной реабилитации. Без графика и исходя из дорожной ситуации, расписание реверса на Борском мосту в этом году решили не составлять. Как заявили в ведомстве, отсутствие установленного режима позволяет обеспечивать пропускную способность переправы более эффективно. Сотрудник на месте оценивает дорожную обстановку и принимает решение об изменении схемы движения. Отмечу, что мириться с Борской пробкой водителям придется до открытия переправы дублером, которая запланирована на июль этого года. Выбраться из рутины рабочих будней и окунуться в мир прекрасного. Вечером 20 мая Нижегородские музеи, выставочные комплексы и галереи откроют свои двери в рамках всероссийской акции «Ночь музеев». В этом году организаторы подготовили увлекательную программу – необычные экскурсии, мастер-классы, интеллектуальные игры и квесты, которые пройдут не только в столице Приволжья, но и в музеях по всей области. Всего у нас 60 с лишним музеев, 64, если быть точнее, и практически каждый подготовил свою программу. Я предполагаю, что самая интересная программа, которая среди музеев Нижнего Новгорода, это будут, конечно, в Арсенале, в Художественном музее, где мы с вами находимся, и в Историко-Архитурном музее Заповеднике. Они там готовят тематические представления, события, игры, беседы. Отмечу, что в прошлом году «Ночь музеев» посетили более 100 тысяч нижегородцев. Администрация города меняет правила борьбы с нелегальными торговцами. Если до сих пор предприниматели, которые не хотят работать по правилам, штрафовали, то вскоре к ним начнут применять куда более суровые меры. Сотрудники администрации, городской думы и полиции объявили настоящую войну несанкционированным торговцам. На днях они провели совместный рейд по самым популярным у нелегальных торговцев точкам. К ним относятся территории у Заречного рынка, Гордеевский пятачок и улица Большая Покровская. Участники рейда с такими проверками по этим маршрутам ходят не впервые. Вот и на этот раз они заметили уже знакомые лица. Ранее оштрафованные люди спокойно продолжали торговать, и на появление чиновников отреагировали достаточно бурно, если не сказать, что буйно. Я пытаюсь, но меня опять штрафуют. Не надо меня снимать. Я не накрашиваю. Нет у меня документов и денег нет. Что вам платить? Крупным планом возьми. Хочу воспользоваться положением, передать привет. Предприниматели настаивали на том, что у них все по правилам, и никакие штрафы их не пугают. Это вопрос к организатору, правда. Это гипно, потому что нас пригласит сюда организатор. Вопросы все к ней. Она выговаривается с этой площадкой. Она там с администрацией, я не знаю, я в эти вопросы не лезу. Выписывайте, но этот штраф будет не мой. Правда. Потому что нас пригласит сюда организатор. Для справки, розничная торговля в неотведенных местах для индивидуальных предпринимателей чревата штрафом от 5 до 10 тысяч рублей. Сумма, которая, похоже, не слишком бьет по карману торговцев-нарушителей. Многие просто закладывают издержки в стоимость товара. Предпринимателям при существующих штрафах проще эти штрафы заплатить. Или есть такие элементы, которых вы могли здесь уже видеть на площади, которые платить-то не собираются. Поэтому методы какие к ним применять, мы до сих пор не знаем. Но что-то делать надо. Однако уже скоро такая практика будет пресечена. В ближайшее время в силу вступит постановление, согласно которому те, кто не прекратит незаконную деятельность в течение трех дней со дня получения уведомления, просто лишатся и своей палатки, и своего товара. Мы будем их эвакуировать. Будем, соответственно, выявлять, чье это. Потому что в основном люди, как мы видели сегодня, уходят от мест своих торговли, закрывают торговли в виде правоохранительных органов, сотрудников IT. И в связи с этим мы не можем ни предъявить кому-то, ни оштрафовать кого-то, ни уведомить кого-то. Впрочем, для торговцев приготовили не только кнут, но и пряник. Городская администрация может узаконить новые места торговли. При условии, что торговцы заключат договоры аренды, станут добросовестно платить налоги и соблюдать законодательство. Далее информации от наших партнеров мы прервемся ненадолго. И вот о чем пойдет речь во второй части нашего выпуска. Смерть под колесами авто на глазах у прохожих. На улице Циолковского большегруз раздавил женщину-пешехода. Долой карточное рабство. Теперь менять платежные карты Сбербанка можно там, где удобно вам, а не банку. Кастинг для актеров, режиссеров и продюсеров. Академия Михалкова ищет таланты в российских регионах. Вы смотрите службу новостей город и мы продолжаем. Уголовное дело за нестандартное хобби. Жители Богородского района будут судить за незаконное приобретение, хранение и переделку основных частей огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Согласно материалам дела, мужчина в течение пяти лет вел раскопки на одном из полигонов Володарского района. Найденные трофеи мужчина привозил домой и переделывал на свое усмотрение. Зачем он это делал, предстоит выяснить в ходе суда. Другие события криминальной хроники в рубрике «Место происшествия». Жуткую картину наблюдали пешеходы и автомобилисты на улице Циолковского сегодня днем. По предварительной информации, фура сбила женщину и буквально проехала по ней. Тело было изуродовано до неузнаваемости. В настоящее время обстоятельства произошедшего уточняются. Крупная авария попала в объектив регистратора в Нижнем Новгороде. Столкновение произошло на улице Мончегорской на одном из перекрестков. Автовладелец, из чьей машины ведется съемка, останавливается, а вот двигавшаяся навстречу ему «Газель» продолжает движение. В определенный момент звучит громкий звуковой сигнал с левой стороны. Очевидно, что водитель «Газели» хотел проскочить, но не успел. ДТП обернулось серьезными механическими повреждениями. Весьма странное происшествие произошло в микрорайоне Мещерское озеро. Взрослый мужчина зачем-то лег прямо посередине трассы. Изначально можно было подумать, что несчастного сбили, но его спокойствие и поза указывали на то, что мужчина просто прилег отдохнуть, выбрав при этом не самое удачное место. Жуткая авария с участием автомобиля скорой помощи произошла в Держинске. Неотложка ехала с включенными световыми и звуковыми сигналами, но на запрещающий сигнал светофора. Водитель легкового автомобиля вовремя не среагировал, не пропустил карету скорой и врезался в нее. От мощного удара машина перевернулась. Водители все пассажиры скорой пострадали. По некоторым данным, среди них оказался один пациент, у которого были без того серьезные травмы после падения с четвертого этажа. Порядок подсчета страхового стажа для начисления пенсии изменился. Так, например, уход за больным пенсионером или ребенком-инвалидом тоже припишут к трудовому стажу. Учетом в этом случае будут заниматься органы социопеки. Подробнее об этой и других финансовых новостях расскажем далее. Спонсор показа «Финансовые новости» Кредитный потребительский кооператив «Центральный сберегательный». Сейчас, чтобы получить полноценную пенсию, надо иметь трудовой стаж не менее 8 лет и пенсионные баллы не менее 11,4, иначе вам будут выплачивать минимальную социальную пенсию. Требования к выработке баллам будут постепенно повышаться. Уже через 7 лет, в 2024 году, для получения пособия нужно будет иметь 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Средний размер микрозайма у нижегородцев составил 10 067 рублей. Для сравнения, в столице, где микрозаймы самые высокие, они в среднем составляют 18 600 рублей. В Нижнем Новгороде наименьший размер выданного займа до зарплаты отмечается в возрастной группе моложе 25 лет. Он составляет 6 900 рублей. Немного больше позволяют себе заемщики от 40 до 49 лет. Они берут сумму 10 900 рублей. Сбербанк разрешил перевыпускать платежные карты без привязки к конкретному отделению. То есть, чтобы поменять кредитку, в случае переезда не нужно возвращаться в тот город, где ее оформили. Клиент может обратиться в банк в новом месте за 3-5 дней до окончания срока действия карты. Перевыпуск визы «Электрон» стоит 60 рублей. Социальная карта «Маэстро» перевыпускается бесплатно. По данным Центробанка, курс доллара США на вторник составляет 56 рублей 53 копейки, евро 61 рубль 84 копейки. Цена за баррель нефти марки «Бренд» 52 доллара 43 цента. Студенты к Никите Сергеевичу Михалкову. В Нижнем Новгороде сегодня прошел единственный отбор слушателей в Академию киноискусства. Бриллиантик кино и театр искали среди профессиональных актеров. «Счастливчики», а таких в этом году будет всего 20, получат возможность бесплатно обучаться у именитого режиссера. Такая переподготовка многим уже дала новый импульс творческой жизни. Кто рискнул попробовать свои силы у нас, расскажет Екатерина Вологина. Слушайте, а давайте потянем жребенье. Я сделаю. Вытянуть счастливый номер в очереди символически для актеров это уже хороший знак. Жребие организовали спонтанно, чтобы не гадать, кому идти следующим. Евгения Домкина без лотереи рискнула быть первой. Заходишь и начинается простая речь. Простая человеческая речь. Как с другом, как с подругой. И ты рассказываешь всю свою историю. Вкратце, да? Что ты делал, зачем ты это делал, и что ты хочешь получить. Михалков – это гений, который поднял русское кино очень-очень высоко. И, конечно же, у такого человека будет приятно учиться, и можно приобрести уникальный, неповторимый опыт. Посмотреть, как проходит отбор актеров, журналистам, увы, не разрешили. Говорят, что в самый ответственный момент лишние глаза и камеры могут спугнуть удачу. Легкое волнение чувствуется даже в коридоре. Заученные стихотворения, басни, песни – стандартный набор. Но это экзамены, которые ребята уже сдали. Из уже профессиональных актеров, таких, которым до больших ролей чуть-чуть чего-то не хватает, выбирают совсем иначе. Рощин, Валентина Валентина. И я очень люблю эту вещь, и поэтому я читала ее. Но жюри были заинтересованы не в прочтении, а в живом общении. И не важно было, что вы будете читать, а чтобы вы были живыми, искренними, настоящими. То есть не надо маски надевать, наоборот, заходя туда, их надо было снять, как я поняла. Вот это тяжело. Еще одна сложность в том, что большинство претендентов – актеры театра. Опыт есть, а вот большое кино пока не поддается. Артист из Воронежа Александр Белояров уже наигрался в сказках и ищет героическую роль. Да межзвездную дорогу и мечту о скоростях это в сущности немного. Это, в общем-то, пустяк. Невеликая награда, невысокий пьедестал. Человеку мало надо. Лишь бы дома кто-то ждал. Ну, это я так сейчас переволновался. На камеру я редко работаю. Академия именитого режиссера Михалкова – новый формат поствузовского образования. Для многих специалистов – реальный путь на большие экраны. Знаменитый актер театра и кино, один из преподавателей курса Александр Михайлов отмечает, случайных людей в этой сфере и здесь особенно просто быть не может. Очень хочу этот бриллиантик найти, чтобы был трепет, чтобы внутренний был талант. Талант вообще это как бы растяжимое, но если есть заразительность, если есть вот это трепетное отношение ко всему, это мне очень дорого. Это и внутренний вот этот вот цвет, вот этот вот я люблю освященных людей. Научить актерскому мастерству практически нельзя, это я в этом глубоко убежден. Можно направить талантливого человека, чуть-чуть, дать ориентиры небольшие, маячки ставишь так, и вот он идет оттуда. Обучение по трём специальностям – актерское мастерство, режиссерская работа и продюсирование – длится год. За это время студенты играют три спектакля, один из которых ставит сам Никита Сергеевич. Отбор в академию проходит в два этапа – сначала заочный, анкета и видеопортфолио, затем личная встреча. На этот раз школа объявила специальные туры по регионам. Есть 20 мест. 20 мест на льготное обучение. И исходя из наших вот этих численных показателей, 20 мест, да, мы, соответственно, отбираем потенциальных участников для обучения. Но сказать, что из города Нижний Новгород или Ярославля у нас там по пять человек будет, такого у нас нет. Если здесь будет у нас 10 или 15 талантливых ребят, мы, конечно, всех их пригласим для обучения. Курс начнется в сентябре в Москве. Среди преподавателей – люди с опытом и значащим в киноиндустрии имени. Еще одна важная деталь – в финале выпускная киноработа, сделанная всеми учениками совместно. Дипломный фильм ждет не только закрытый, но и публичный показ. Екатерина Вологина, Алексей Ревягин, Служба новостей и город. Грузовик, как современное искусство. Необычный арт-объект из Нижнего Новгорода появился на открытии венецианской биеннале. Чем русские авто приглянулись искушенной итальянской публике, расскажем далее в рубрике «Социальные сети». Спонсор социальных сетей – сеть магазинов «Питомец». Идея создания такой инсталляции принадлежит австрийскому художнику Эрвину Вурму. Объектом в прямом смысле высокого искусства стал большегруз Горьковского автозавода. Высота газона «Некст» – более 6,5 метров. Машина, балансирующая на кабине, будет радовать венецианскую публику до 26 ноября. Порадуемся за земляков. Младшая сестра супермодели Натальи Водяновой Кристина тоже приобщилась к миру прекрасного. Девушка получила диплом искусствоведа Американского университета. Фотографии с выпускного знаменитая Нижегородка поделилась в социальных сетях. Байки грязи не боятся. Соревнования по мотокроссу состоялись в Дзержинске. На сложную трассу с множеством крутых поворотов выехали десятки тех, для кого риск и адреналин – образ жизни. А холод и грязь под колесами – не повод отказываться от развлечения. Правда, желающих насладиться зрелищем было гораздо меньше. Далее эфир продолжит наш традиционный опрос. Мы спросили нижегородцев, какие хорошие события произошли в их жизни. Авторы самых добрых и интересных ответов получили в подарок сертификат на услуги студии маникюра «Нейл Репаблик». Спонсор хороших новостей – проект «Территория продажи земельных участков под ИЖС». Ездил в Москву, погулял по столице нашей Родины. Построили вечеринку в итальянском стиле. Готовила я еду вкусную по итальянским рецептам. Получилось неплохо. У меня вчера был сольный концерт. На него пришли мои слушатели, фанаты. Мы едем в тур. Мы в вашем городе первый раз. И погода нас пока балует. Очень красиво, гостеприимно. Очень люди душевные. На этом наш выпуск завершен. Желаем вам отличного настроения, только хороших новостей. И оставайтесь на Первом городском.